Как добавить простейшую модель и текстуры в Source Engine 2. Поехали! Итак, вы скачали из интернета модель формата fbx и текстуры к ней. Прежде чем начать работу, подготовьте файлы, поместив их в правильном месте. Папка Content Addons имя вашего проекта. Модель в каталог Models, а изображение в Materials. Позволим себе отметить, что названия этих папок не должны быть заглавной буквы, иначе модель может не компилироваться. И еще совет. Добавляя новые файлы, старайтесь упорядочивать их в отдельных папках, чтобы не захламлять файловую систему в будущем. Что ж, материал подготовлен. Запускаем Workshop Tools, и во вкладке инструментов выбираем первый Material Editor. Здесь все просто. Создаем новый проект, выбрав шейдер. Так как у нас обычная скучная моделька, то особо не паримся и берем дефолтный. Прежде чем продолжить, материал нужно как-то сохранить. Разумеется, в папке с исходными изображениями. Теперь в строке Color можно выбрать диффузную карту, открыв папку, или же найдя изображение в Asset Browser. Чудесно. Если данную текстуру сопровождают какие-либо маски, например Normal или Ambient Occlusion, также добавляете их сюда. В принципе, для рядового случая все остальные настройки будут неинтересны для первого раза. Поэтому, добавив нужные изображения, сохраняем V-MAT и создадим новые. Для каждой текстуры модели нужен свой V-MAT. После чего с чистой совестью можно закрыть редактор материалов и загрузить Model Dog, который служит для добавления новых пропов в игру. Вот и редактор, в котором вы можете летать и настраивать 3D-окошко как душе угодно. Но сейчас не об этом. Для начала рекомендую указать тип будущей модели. Это не определяет ее свойства, а лишь подсказывает в дальнейшем, какой она была задумана. Обратите внимание, что если в названии вашей папки есть заглавные буквы, то компиляция не произойдет. Итак, модель сохранена, и после каждого существенного действия редактор будет просить нас ее скопилировать. Пришло время добавить FBX-модель. Да, тут много лишних и страшных опций. Но нам интересно сейчас Add Meshs. Выбираем файл, после чего он, конечно же, не появится в 3D-окошке. Не пугаемся. Просто нужно ткнуть вот сюда, и все появится. Модель может быть излишне огромной или недостаточно большой. Ее размер, конечно же, тоже редактируется. Все неплохо, но нужно добавить текстуры. Делается это так же, как и добавление Meshs. Ищем и выбираем Default Material Group. После чего можно заметить, что модель подсказывает нам, какие она должна использовать текстуры. Добавляя каждую новую, компилируем, чтобы увидеть перемены. Вот мы почти и закончили. Осталось решить вопрос коллизии и указать тип PropEntity. Для этого достаточно будет добавить опцию PropData. А вот для коллизии есть разные варианты. Пишем слово FISIC и видим их. Вы можете как создать коллизию сами из набора примитивов, так и подгрузить отдельный FISBOX модели из папки. Простейший вариант это автоматическая генерация. Однако хорошего результата ждать не придется. Модель может быть словно упакована в подарочную коробку. Чтобы улучшить результат, исключим генерацию ненужных частей, если таковые имеются. Во вкладке Import Mode следует указать на основе чего будет генерироваться коллизия. Всего файла, меша или элемента модели. Последний вариант будет выглядеть максимально детализированным, но и в то же время дорогим для оптимизации. Вы можете поиграться с выбором типа оптимизации, покрутив ползунки, пока не достигнете более-менее подходящего результата. Когда все будет готово, компилируем модель и наслаждаемся ею в игре. Если этот ролик кому-то помог, ставим лайк и ждем новых видео на эту тему, где больше поговорим о Model Talk и Material Editor. А пока удачи, тамодачи!